До окончания военного положения на территории 10 областей Украины остается неделя. Продавленный с таким трудом после провокации в Керченском проливе сейчас особый режим в стране Петру Порошенко просто необходим. Иначе власть ему не сохранить. Для продления нужна новая провокация и желательно с кровью. Больше всего для этих целей сейчас подходит Донбасс. Там это понимают, чувствуют и внимательно следят за перемещениями украинских военных. Из Донбасса Александр Сладков. Угроза у нас здесь. Вот если брать, то район вот так вот. Так называемая Светлодарская дуга. Здесь собрано порядка шести бригад. Раньше такого никогда не было. Сейчас украинские военные концентрируются у границ ДНР. Это горловка, точнее Гольма, участок ожидаемого прорыва. На той стороне украинские войска по ночам постоянно маневрируют, создают какие-то ложные групповые цели. Делают вид, что они сейчас будут прорывать линию фронта. Тут прорывать, там прорывать. Постоянно двигается техника, приезжает, уезжает. Тяжелая в том числе. Теперь добавилась еще одна напасть. Украинские беспилотники, БПЛА. Мы выезжаем на охоту за летательным аппаратом Лелека. Есть Лелека-100. Вот его размах крыльев до двух метров. Длина фюзеляжа метр двадцать, метр тридцать. Так же самое есть и американские тактические разведывательные БПЛА. Они летали всегда, но сейчас они участились в разы. Беспилотники пытаются обнаружить склады с боеприпасами, горючим. Расположение воинских частей в тылу ДНР. Могут сверху и снаряд сбросить. Это одна из зенитных установок, которая дежурит вокруг Донецка, чтобы обеспечить его безопасность. В главном штабе ДНР говорят, украинские военные со своими планами опять, скорее всего, попадут в окружение и котлы. Раньше ВСУ тоже пытались взять республику в кольцо. Это фактически план четырнадцатого года. Здесь потом с выходом через Шахтерск и на границу Российской Федерации. И вторым ударом с юга, с выходом на российскую границу и с поднятием вверх взять в кольцо. Удивительно. Возможное украинское наступление солдаты ДНР связывают с надеждой на свою победу и на скорое окончание войны. Пусть попробуют. Мы находимся в постоянной боевой готовности, ждем. Мы прям ждем этого уже с нетерпением. Это будет их последний рывок. Нужно добить эту гадину и все. И избавить наш народ от этих страданий, затянувшихся. На самом опасном направлении, как всегда, можно встретить легендарного офицера армии ДНР с позывным «Железный». Те бойцы, которые стоят напротив нас, у них страх, что... Украинские, да? Да, украинские. У них страх вот именно стоит в том, неужели ума хватит их руководства дать команду на наступление именно нашей позиции. Вот там страх действительно. А у нас красная черта, за которую мы уже как панфиловцы не можем отойти. За нами Донецк, Горловка, Янакиво. Появился батальон «Донбасс». Тот батальон, который людей гражданских убивал в районе Шахтерска. Появился у нас так называемый спецбатальон охраны «Шторм». Они были замешаны в убийствах людей на Луганском направлении. Он здесь находится. Трудно представить. Рядом в тылу донбасские города с яркими гирляндами, новогодними елками, с гуляющими детьми, с мирными жителями, которых собираются атаковать. А здесь, в окопах, даже спичку зажечь нельзя. Сразу выстрелит снайпер. Проходи, проходи. Там амбразура. Проходи вперед ко мне. Здесь можно включать. Здесь закрыто. Дальше сейчас выключаем камеру. Но я вам хочу сказать, что сегодня тихо. Сегодня тихо. Пока. Не знаю. Но туман. Хорошая атмосфера для диверсионных групп. Для попыток раздергать. Посмотрим. Зато беспилотная авиация немножко тише себя ведет. В таких условиях. Но хотелось бы верить. Настораживающая тишина. Вчера стреляли. Что будет завтра, не знаю. Но война, она все равно продолжается. Здесь, в Донбассе. Александр Сладков, Павел Выдрин, Игорь Уклеен, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Есть и недели. Горловка.